Длинный больничный коридор плотно заставлен койками, пока пустыми. Это видео сняла одна из пациентов, которая уже неделю лечится от коронавируса в краевой больнице. Вместе с ней в палате еще пятеро. И с каждым днем больных все больше. Тревожные посты публикуют и сами медики. Вот эта короткая публикация облетела все соцсети и наделала много шума. Красноярский инфекционист Дмитрий Морозов пишет, в краевой катастрофически не хватает врачей и просит коллег о помощи. Сейчас пост уже удален, а в самой больнице уверяют, их коллега зря поднимает панику. Конечно же возникают определенные организационные сложности. Должны ли они стать поводом для паники или спекуляций с целью повысить чей-то личный или корпоративный рейтинг? Предполагаю, что это никак не решает возникающих сложностей, а скорее наоборот. Хочу подчеркнуть, что всем без исключения пациентам нашего госпиталя, врачи и средний и младший медицинский персонал оказывают всю необходимую помощь. Направление перегружено У скорой помощи уже тотальный перегруз. Андрей рассказывает, у тещи резко подскочила температура. Бригаду пытался вызвать несколько часов, но не удалось даже пробиться на линию. Со социального телефона получается, что линия перегружена, а мобильная вообще получается, он просто сбрасывал. И так на протяжении часов до девяти пытались дозвоны делать, делать, и бесполезно. Потом уже плюнули на это все дело. Не дай бог вот так сердце случится что-то и все. А вот Елена по 0,3 дозвонилась быстро. Говорит, ее сын буквально пылал. Температура перевалила за 40 градусов. Но медики приехали спустя пять долгих часов. Женщина в шоке. Врачи ей сказали, такой критический жар, случай не экстренный. Принимающие звонки оценивают экстренность. Они у меня спросили, судороги есть? Ну, судорог не было. Ну, видимо, значит, это не экстренно. Что делать, если там через 10 минут судороги начнутся и ребенок, простите, загнется? Это уже, видимо, ваши проблемы. И потому что судороги, я так понимаю, это уже, простите, предсмертная агония. Ну, как бы все. Медики разводят руками. Больных слишком много. Осень. Всегда горячая пора. А ковид до предела накалил ситуацию. Ожидание действительно может растянуться на часы. Быстро приедут только, если жизнь висит на волоске. Например, при инсульте. Все остальные, в том числе и температурные звонки, попадают в лист ожидания. Это может быть и 5, и 6 часов. Вот особенно, когда вы понимаете, что такое, допустим, 200 или 300 ОРЗ, которые поступают в течение смены. Они поступают, как правило, не ночью. Они поступают днем и вечером. Когда люди начинают вспоминать, что у него температура, и что он днем никуда не обратился. И вот эти вызова накапливаются. И они накапливаются, потому что другие вызовы, экстренные, они-то тоже не уменьшаются. И, похоже, дальше будет еще сложнее. С каждым днем зараженных все больше. В середину прошлой недели плановый прием отменили в глазном центре. Остальные больницы пока держатся. Но вот надолго ли? Никто даже предположить не может. Анастасия Тили, Андрей Крупнов и Алексей Овсяников. Енисей. Новости. Анастасия Тили, Андрей Крупнов и Алексей Овсяников. Продолжение следует...